Борьба за лидерство с сильнейшим противником. Волейболистки команды «Протон» в минувшее воскресенье встретились на своей площадке с московским «Динамо». Игра предварительного этапа чемпионата России среди женских команд Суперлиги состоялась на площадке спорткомплекса «Звездный». Следил за матчем наш корреспондент Евгений Магин. Под шквал овации болельщики встречают любимую женскую волейбольную команду «Протон». Подобно химическому элементу, саратовские спортсменки обладают огромной энергией. Так, в прошлом году, по итогам предварительного чемпионата России, саратовские спортсменки заняли шестое место в турнирной таблице. Сегодняшняя игра – одна из самых сложных в этом сезоне. Я думаю, что с такой командой, как «Динамо Москва» можно бороться. Надо просто допускать меньше ошибок, и все будет хорошо. На своей площадке «Протоночки» – так болельщики ласково называют игроков – принимают столичных гостей. Московский клуб «Динамо» – самый сильный соперник в категории, занимает лидирующую позицию в стране. Несмотря на это, саратовский «Протон» с первых секунд начал набирать очки. 8-1 в пользу «Протона». С таким счетом команды ушли на первый технический перерыв. Атмосфера напряженной борьбы на площадке целиком отражается на болельщиках. Поддержать саратовскую команду «Протон» пришло больше 600 человек. Поэтому с каждой трибуны слышны громогласные кричалки и речевки. При этом болельщики продолжают пристально следить за каждым движением игроков. Но лучше всего все передачи и педы из комментаторской позиции. Сегодня играем с лидером чемпионата «Динамо Москва». Ну, посмотрите, на равно. Первое, но самое главное, дополнительный игрок – это зрители. Полный зал. Полный зал. Нет, 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 нет. Вот этот вот дух, вот этот вот саратовцы. Когда мы вместе, мы победим. Несмотря на все усилия, «Волжанкам» удалось навязать борьбу соперницам только во второй партии, в которой они одержали верх со счетом 26-24. Затем преимущество перешло к московской команде. «Динамовцы» просто не давали шансов хозяйкам площадки отыграться. Третий сет завершился со счетом 11-25 в пользу гостей. «Динамо-Москва» – очень серьезный соперник. С такими командами всегда сложно играть. Но мы старались побороться, зацепиться, даже выиграли партию. Ну, был ряд своих ошибок именно. А с такими соперниками, если сам допускаешь, много ошибок, очень сложно одержать победу. В решающей четвертой схватке команды пытались вырвать друг у друга победу. «Протон» удерживал позицию около четверти периода, после чего заметно активизировались «Динамовские» спортсменки. Сетбол у «Динамо» приносит победное очко команде. Тяжело играть, потому что у нас травмерные есть игроки. Еще пищевое оторвление сегодня у нас, да, считалось, что получилось очень тяжело, как бы, получается, играть. Но, как оценить игру, какими-то сплесками, то, что мы могли сыграть лучше. Ну, сыграли, вот как есть на сегодняшний день, настолько и сыграли. Просто немножко невыполняемые игровые дисциплины. В рамках предварительного этапа чемпионата России саратовской команде предстоит еще как минимум две игры на выезде. 4 февраля пройдет матч с командой из Екатеринбурга, а 18 февраля «Протоночки» сразятся с «Казанским Динамо». Евгений Магин, Максим Пустовалов, Саратов, 24. 4 февраля пройдет матч с командой из Екатеринбурга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... Продолжение следует...